Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Желтикова Инга Владиславовна, я преподаватель Орловского государственного университета. Я занимаюсь проблемами исследования будущего в области фьючер-стадис и сегодня предлагаю вам разговор о будущем социума и тех вариантах, которые это будущее может приобретать. Итак, каким будет общество будущего? Возможно ли это предвидеть и, если возможно, то каким образом? Для начала я хотела бы остановиться на вопросе, который важен для любого прогнозирования, но для прогнозирования комплексного в области социальной сферы, прогнозирование социальной сферы является наиболее актуальным. Это проблема возможности или невозможности тех трудностей, которые подстерегают исследователя, который хочет предложить свои варианты прогнозов в области общества, процессов, происходящих в обществе. Можно остановиться на трех наиболее важных факторах, которые не позволяют нам делать удачные прогнозы в социальной сфере и к этим факторам относятся первое многокомпонентность социума и соответственно множественность показателей, которые способны меняться, меняя за собой существующие тенденции. Именно об этом говорит автор известной концепции «Черного лебедя» Насим Талеб, который указывает на то, что социальная реальность представлена событиями самых разных масштабов и типы взаимодействия между этими событиями тоже крайне различны. Вычленить из этого моря фактов те тенденции, которые объективно повлияют на будущие события, бывает крайне сложно, поскольку в момент прогнозирования эти ведущие тенденции объективно отсутствуют. Когда мы смотрим назад, мы с легкостью выделяем те параметры, которые повлияли на наше настоящее, но пока мы смотрим в будущее, выделить параметры настоящего, которые окажут влияние на будущее, крайне сложно. К второму показателю, затрудняющему социальное прогнозирование, относится открытость системы социума и, соответственно, невозможность выстроить четкую последовательность между прошлым, настоящим и будущим, как это мы делаем в сфере закрытых систем, например, природы. Об этом говорит Карл Поппер, указывая на то, что социальная реальность постоянно меняется и развивается неповторяющимся образом. В отличие от смены времен года или стадии развития бабочки, процессы в социуме уникальны. И эта уникальность не позволяет нам из сегодняшнего дня увидеть, каким будет день завтрашний, опираясь только на предшествующие тенденции. И третьим фактором, если очень коротко, является субъективность оценок ведущих трендов настоящего. Дело в том, что это исследователь видит в тех или иных событиях настоящего те факторы, которые окажут влияние на будущее. Окажут ли они влияние на будущее реально, мы узнаем только тогда, когда это будущее состоится. Рихард Слоттер замечает, что прогноз обычно определяется факторами настоящего, которые могут измениться или быть неактуальными в будущем. В результате, в первую очередь, привести к ложным представлениям о будущем. А вот эти факторы настоящего, которые кажутся нам крайне важными сегодня, завтра могут такими уже не выглядеть. Зачем я поднимаю эту тему в самом начале нашего разговора? Не для того, чтобы показать его бессмысленность, а для того, чтобы отметить ту сложность, которая стоит перед каждым исследователем, который хочет размышлять о будущем социуме. Я думаю, что правильная оценка того, что той задачи к решению, к которой мы обращаемся, позволяет нам правильно расставить приоритеты. Что мы хотим добиться нашим прогнозам? Увидеть ли будущее, каким оно станет? Увидеть ли возможности, которые в этом будущем таятся? Или заметить те тенденции, которые могут представлять опасность, которые мы хотели бы избежать? Я думаю, что начать наш разговор необходимо с напоминания, с повторения того, что социальный прогноз касается функционирования общества, которое является многокомпонентной системой. По крайней мере, три сферы жизни общества – экономическая, политическая, социальная и духовная – выступают теми факторами социальных трансформаций, которые происходят и которые могут оказать влияние на эти трансформации. Под экономикой мы понимаем в первую очередь производства, распределения и потребления материальных благ, без которого невозможно функционирование никакого общества. Именно экономическая сфера жизни общества задает базовые объективные параметры социума. Тот фундамент, от которого мы не можем отказаться просто потому, что человек, каким он существует сейчас, требует удовлетворения ряда потребностей, на которые в первую очередь и направлена экономическая деятельность. Под политической сферой жизни общества мы понимаем в первую очередь институты власти, ресурсы власти, принципы функционирования власти, что в целом определяет актуальное состояние социума, его формальные параметры, те механизмы, которые обеспечивают жизнь общества, которые нормируют эту жизнь и задают ей определенные рамки. Социальные отношения – это большая сфера жизни общества, в которую входит и типа социальной взаимодействия, типа социальной взаимопомощи, а также все те формы, которыми человек воспроизводит свое существование, как человеческое существование, не биологическое, а человеческое. Социальные отношения транслируют особенности взаимодействия человека с общественными группами и, соответственно, определяют и самого человека, и тип этих общественных групп. Духовная сфера жизни общества – это искусство, наука, этика, религия и все те действия и их результаты, которые совершает человек в силу наличия у него духовных потребностей. Духовная сфера – это относительно автономная область, которая отражает специфику жизни людей во времени и пространстве – региональную, временную, национальную специфику. Кроме названных четырех сфер жизни общества существуют, по крайней мере, еще три параметра, которые оказывают влияние на процессы в настоящем, способные преобразовать наше будущее. Во-первых, это человеческая природа и возможности ее изменения. Вообще проблема изменения человеческой природы на уровне философского осмысления социума была поставлена относительно недавно, в начале XXI века. И речь здесь идет о том, что то общество, которое мы себе представляем, те типы государственных, правовых, культурных отношений, которые нас окружают, во многом задаются базовыми параметрами человечности, которую определить не так просто, но изменение которой может привести к изменению общества вообще. Об этом размышляет американский философ Фрэнсис Фукуяма в работе «Наше постчеловеческое будущее». Фукуяма замечает, что существующая система законодательства международных отношений право в большинстве своих стран исходит из неизменности человеческой природы, из того, что все мы люди, все мы люди, испытывающие боли, способные к сопереживанию, мы обладаем не только рациональностью, но и эмоциональной сферой, а также мы смертны. Изменение человеческой природы, например, утрата единства человеческого рода приведет к утрате тех систем взаимоотношений, которые известны нам. Еще одним фактором, влияющим на состояние социума, является экология. И в масштабах экосистемы общество является одной из ее составных частей. Изменение отношений в системе человек-природа способно привести к изменению формата общества и всех четырех его сфер. То общество, которое знакомо нам, сложилось в ситуации практически бесконтрольного, безграничного использования природных ресурсов. Изменение этой ситуации приведет к изменению всего общества, переформатированию общества. И, наконец, не следует забывать про так называемый фактор Х, неизвестный момент, который может произойти в будущем, о котором мы не можем сейчас предположить. Это нечто из разряда, например, прилета инопланетян, дружественно или недружественно настроенных по отношению к землянам, которое приведет к таким изменениям в обществе, которые мы принципиально сейчас предположить себе не можем. Давайте остановимся с вами на каждой из сфер жизни общества и посмотрим, какие тенденции существуют сейчас в этой сфере. После того, как мы это обсудим, мы посмотрим, как соединение этих тенденций, компоновка этих тенденций способна придать тот или иной вид будущему в качестве одного из вариантов. Итак, когда мы говорим об экономике, мы можем выделить несколько базовых направлений, которые определяют суть экономических трендов. Во-первых, это ресурсы. Во-вторых, это технологии, формы собственности. Это масштабность экономики. И в современности это участие в экономических процессах цифровой сферы. Говоря о ресурсах, мы видим, что основные изменения в этой сфере связаны с переходом использования энергетических ресурсов с невозобновляемых, таких как нефть, газ, древесина, уголь, рыба, на возобновляемые ресурсы. В первую очередь, это солнечная и ветряная энергия. Это создаваемые искусственно питательные вещества, которые позволяют делать современные технологии. Вторым моментом, связанным с ресурсами, связана, вторым моментом является ориентация общества на минимальное удовлетворение потребностей или на максимальное удовлетворение потребностей. Последние сто лет большая часть человечества живет в ситуации общества потребления. То есть такого потребления, которое рассчитано на собственное возобновление, формирование производством новых потребностей, тех, которые человек может и не испытывать. Вот переориентация общества с установки на потребление, на разумное потребление или ограничение потребления, является одним из возможных трендов будущего. Еще одним параметром, который может существенно изменить экономические отношения, является добыча полезных веществ вне земной природы. Речь идет о освоении ресурсов космоса, астероидов, ближайших планет. Ну и еще один момент, который здесь важен для будущего, это возможное перераспределение существующих земных ресурсов по принципу иному, нежели национальное владение. Если мы сейчас с вами имеем государство, границы, в рамках которых располагаются ресурсы природные, то мы можем представить, что в будущем этот порядок будет изменен. Говоря о технологиях, мы имеем в виду тенденцию цифровизации экономики, начиная от участия цифровых технологий в производственных процессах, заканчивая избавлением производственных процессов от участия человека, полной автоматизации этих процессов. Одним из трендов последних лет является так называемая зеленая экономика. Это ориентация потребления энергоресурсов в первую очередь, но и не только, на природные сбережения, создание, использование специальных технологий, которые рассчитаны на минимизацию расхода энергии. К технологии мы можем отнести достаточно старую тенденцию общества знания, то есть использование трудовых ресурсов с высоким уровнем интеллектуальной и профессиональной подготовки. И это еще две тенденции, связанные друг с другом. Во-первых, это мобильность труда, возможность переезда рабочих из одной страны, из одного региона, из одной части света в другую. И это эпизодичность труда, которая позволяет человеку не заниматься трудом на протяжении восьми часов в течение нескольких рабочих дней, на то, что человек сам решает, когда ему работать, в каком ему объеме работать и где ему работать. Говоря о формах собственности, мы здесь имеем с одной стороны традиционные формы частной собственности, с другой стороны возникновение совершенно новых форм собственности, таких как цифровая собственность, таких тенденций, как глобализация, национализация собственности в рамках всего, допустим, человечества. В целом можно говорить о взаимопротивоположных тенденциях в экономике, это тенденции глобализации и регионализации экономики. С одной стороны это тенденция к объединению, с другой стороны к разъединению экономических систем. Но кроме этого мы можем наблюдать появление анархического принципа или сотового принципа организации экономических связей, который предполагает отсутствие единого центра этой организации. И опять-таки противоположная ей тенденция транснациональных корпораций, которые напротив стремятся к централизации и контролю большинства процессов. Цифровизация экономических процессов, с одной стороны, ведет к так называемому умному производству или темным фабрикам, это огромным производственным массивом, полностью исключающим человеческое участие, кроме участия контроля, который осуществляется одним или несколькими людьми. И с другой стороны это увеличение доли ручного труда, в том числе в производстве товаров повседневного потребления, которое, с одной стороны, позволяет занять трудовые ресурсы, с другой стороны, дает возможность человеку получить эксклюзивные вещи. Следующая сфера, сфера политики, может обнаружить следующие тенденции, которые важны для будущего. Во-первых, это те изменения, которые происходят в форме власти. С одной стороны, это тенденция к открытым политическим процессам, к все большему участию сознательному людей в принятии политических решений. С другой стороны, это закрытие политических процессов. Это контроль информации со стороны власти и использование властью таких способов, которые незаметны для управляемых. Поэтому тенденции либерализации самоорганизации в политике, увеличение доли гражданского общества соседствуют с увеличением контроля со стороны государства, стремлением наступления системы на жизненный мир, как это говорят представители франкфуртской школы. Что касается способов и ресурсов власти, инноваций в этих областях, то здесь, конечно, стоит вспомнить новые методы косвенного управления, не непосредственно оказывающие влияние на людей, а оказывающие влияние на людей посредством киноиндустрии, посредством ведущих блогеров, тех представителей, как бы не власти, которым население доверяет. Это контроль информационных потоков, тоже очень интересная тенденция. Она может быть представлена, с одной стороны, тем, что какая-то информация контролируется, ее появление в общем доступе очень жестко контролируется, и она действительно не появляется. С другой стороны, это манипулирование посредством увеличения информационных потоков, то есть огромное количество информации, которое не способен обработать и переварить человек, оказывает тот же эффект контроля над информацией. И еще одна тема, очень важная в политике, которая оказывает влияние на социум, это, конечно, межнациональные взаимодействия. Это конфликты или сотрудничество? Это формы открытых или закрытых конфликтов? Это те или иные формы сотрудничества на уровне государства или на уровне отдельных их представителей? Социальные отношения. Конечно, это самая большая сфера, которая нас интересует, и мы здесь можем отметить только отдельные ее моменты. Во-первых, говоря о социальной структуре, мы должны отметить возможность вертикального или горизонтального ее построения. Социальная иерархия, которая может быть осуществлена по совершенно различным принципам в будущем, например, генетическая иерархия, в зависимости от модификации и уровня модификации человека. Технократическая иерархия в зависимости от полезности, уровня знания, уровня осведомленности человека. Или же отказ от иерархии в равенство возможностей, равенство базовых ресурсов, равенство самореализации, принцип формирования социальных групп. Дело в том, что это как раз тот момент, который уже очевидно меняется в последние буквально десятилетия, и тенденция здесь на десоциализацию, то есть на то, что человек все меньше реально нуждается в других людях, и поэтому социальные связи рушатся, реальные социальные связи. Поэтому мы здесь видим виртуальные сообщества, такую тенденцию, как множественность личности. С одной стороны, отдельный человек, индивидуальность реальная, физический субъект может быть представлен различными личностями в различных средах, в первую очередь в цифровых средах, но не только. Это и напротив личность, которая состоит из нескольких конкретных индивидуумов. И опять-таки мы говорим здесь в первую очередь о цифровых личностях. Это принцип случайности в образовании социальных связей. Это вариант управляемого хаоса, который мы имеем в социуме. Еще один момент, характеризующий вот этот процесс, это степень включенности человека в общество. Вот здесь очень, на Западе мы видим такие очень активные разговоры о личности Манаде. Манад – это кочевник. И современный человек, особенно западного индустриального развитого общества, ощущает себя свободным от каких-либо ограничений. Он может свободно путешествовать, он может работать там, где и сколько ему хочется. Он способен отождествлять себя с различными социальными группами, различными полами, выполняет различные функции в рамках семьи. И принципиально не хочет отождествлять себя с какой-либо социальной функцией, ролью гендера. Очень интересная тема – это тема семьи, которая, очевидно, будет переживать трансформацию в будущем. И появятся разные формы семьи. Одним из ведущих трендов является возникновение форм семьи в зависимости от выполнения различных функций, которые сейчас отождествляются с одной семьей. Это функция социализации, взаимной поддержки, репродуктивная функция, досуговая функция, которые могут быть разделены на разные семьи. И, например, молодые люди, вышедшие из семьи, где они родились и они воспитывались, допустим, они могут образовывать временные молодежные семьи, допустим, в студенчестве. Основной функцией, которой бывает взаимное общение, досуговая, эмоциональной поддержки. Затем более зрелые люди образуют семью для осуществления репродуктивной функции, обзавестись потомством, вырастить детей. Однако после того, как дети выросли и вышли из семьи, то семья часто будет распадаться, потому что в значительной степени маму и папу связывали именно дети. Теперь это свободные индивидуумы, которые снова создают новые отношения, целью которых будет проявление более глубоких, допустим, эмоциональных связей. Ну, один из вариантов. Система воспитания и образования – это также тема социальная. Здесь мы говорим о регулярном или продолжающемся образовании, о образовании в рамках семьи, государства, самообразовании, фрагментировании образования, когда человек учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Это те уже тенденции, которые мы сейчас имеем. Наконец, очень интересная тема социальной защиты и поддержки, которая присутствует в любом обществе. И новыми тенденциями здесь может быть… Во-первых, это очевидная тенденция интеграции, то есть людей, требующих социальной помощи, социальной защиты. Вот эта защита, в частности, касается способов интеграции, включения их в социум. С другой стороны, это противоположная тенденция. Резервация, исключение людей, создание специальных территорий, безопасных территорий для этих людей, объединение людей, требующих социальной поддержки в группы, которые будут их поддерживать, расширение вот этих групп. И, в том числе, один из вариантов социальной защиты будущего, который из далекого прошлого приходит, это принцип исключения. Например, поощряемая эвтаназия для пожилых или смертельно больных людей. Например, это исключение из социума определенных индивидуумов, например, пожизненным показателям в момент рождения ребенка. Далее. Далее мы имеем духовную сферу, которая также имеет ряд параметров, очень важных для формирования комплексного представления о возможностях будущего. Во-первых, это, конечно, информация и способы ее распространения, способы взаимодействия с ней. Здесь мы видим две противоположные тенденции. С одной стороны, это продолжающийся рост объема информации, качества информации, доступности информации, глубины информации. С другой стороны, это естественная... Другая тенденция – это ограничение распространения, которое, с одной стороны, связано с естественными границами, возможностями потребления информации и возможностью ограничения информации какими-то структурами, например, политическими. Наука, очевидно, имеет две противоположные тенденции будущего. Это дифференциация, то есть большее углубление и обособление наук, и интеграция научного знания, объединение, создание смежных областей и комплексного представления о окружающей нас действительности. К науке мы можем отнести и буквально взрывообразный рост искусственного интеллекта. Что касается сферы искусства, то очевидными новыми процессами здесь являются гибридные процессы. Это соединение человека, человеческого творчества, творчество искусственного интеллекта, цифровых технологий, создание арт-объектов фиджитал, то есть физически цифровых объектов. В религии такими тенденциями будущего, возможно, может быть неоязычество, новая ортодоксальная религия или, напротив, секуляризация. Что касается этики, то очевидны процессы плюралистичности этических установок, но чисто теоретически можно предположить, что маятник качнется в другую сторону и на смену плюралистичности придет некая новая этическая доктрина, которая будет носить обязательный характер. Что касается изменения человеческой природы. Здесь это отдельная тема, но нас интересует она только настолько, насколько она связана с социумом. Как изменение человеческой природы может оказать влияние на общество. Во-первых, это тема эволюции и инволюции. Мы улучшаемся или мы ухудшаемся? И что мы считаем за улучшение или ухудшение? Идет ли изменение человеческой природы в сторону его специализации, усиления определенных возможностей, или же изменение идет в сторону утверждения гармонии тех качеств, которые имеет человек сейчас? Что считать эволюцией, что считать инволюцией? Генная инженерия, возможность создания запрограммированных качеств человека и то, к чему это приводит, как раз вот эта идея Фуэгуямы, когда появятся люди плюс, люди с дополнительными способностями, автоматически все люди, которые будут в базовой комплектации, будут людьми минус, то есть людьми, которые будут проигрывать улучшенным людям. Это проблема киборга, человека с искусственными частями, которые создаются для того, чтобы исправить какие-то недостатки человека, или, напротив, для того, чтобы дать человеку новые возможности. Это искусственный человек-андроид, который изначально не является человеком, но искусственное существо с интеллектуальными и прочими параметрами, близкими к человеку. Это проблема бессмертия, начиная от продления жизни, включая нанотехнологии по изменению, контролю за человеческим здоровьем, который позволит тоже теоретически продлевать жизнь очень долго, включая идею цифрового бессмертия, то есть переписывание сознания человека на небиологические носители. Это такая тенденция, как избавление от боли, различные способы, которые позволяют нам отказаться от этого момента, очень дискомфортного для человека, но вместе с тем избавление от боли будет означать и избавление от сострадания, потому что сострадание, сочувствие, эмпатия имеет частичку со, то есть мы сострадаем, потому что мы понимаем, что такое боль. Избавление от боли возможно сделает нас бесчувственными. И, конечно, это альтернативные способы размножения посредством искусственных, создания искусственных органов, искусственных машин, которые могли бы заменить человеческий организм для вынашивания ребенка. То есть это тоже достаточно такая очевидная и несложная тенденция, достаточно вероятная тенденция. Что касается экологии, ну, здесь три важные момента. Во-первых, возможность решения экологических проблем путем ограничения, или возможность решения проблем экологических путем форсирования развития науки и решения их с помощью науки. Это проблема биосферы и ноосферы, их взаимного влияния. И еще один момент, который, ну, тут вот я отнесла к экологии, это космос как ресурс. К чему мы это... А, да, еще, конечно, фактор Х. Это то, что мы сейчас предположить не можем, поэтому об этом говорить, в принципе, бессмысленно. Потому что если мы не можем это предположить, то любое предположение уже не является фактором Х. Ну, в качестве такого мы можем говорить о космической катастрофе, о прилете инопланетян, о появлении какого-нибудь ученого-злодея, но все это уже не фактор Х, потому что мы можем это назвать. Это нечто абсолютно неопределенное. И к чему был весь этот разговор? Он был к тому, что для того, чтобы ответить на вопрос, каким будет общество будущего, мы должны учесть вот многообразие всех этих факторов, о которых я сейчас говорила. Вот на этой картинке перечислены большинство факторов, которые я называла, и те связи, которые могут быть между ними установлены. И понятно, что представить себе результаты этого взаимодействия можно только в качестве одного из сценариев. Я могу предложить вам вот такой вариант сценарного подхода, когда из множества вариантов мы выбираем несколько, и в результате просчитываем, моделируем получившуюся социальную реальность. Итак, если мы возьмем с вами вот такие тенденции, из перечисленных, которые я называла, в области каждой из сфер жизни. Итак, в экономике мы берем ситуацию дефицита энергоресурсов и их монополизацию. Одновременно это внедрение цифровой экономики и зеленой экономики. В политике мы предполагаем увеличение контроля и методы косвенного управления. В социальных отношениях, рандомно взяты тенденции, которые были названы. В социальных отношениях это равенство базовых ресурсов, разные формы семьи, резервация социально поддерживаемых. В духовной сфере, с одной стороны, это теологизация, это объекты фиджитал и интеграция научного знания. И добавим немножко изменения человеческой природы. Это инволюция, цифровое бессмертие, альтернативные способы размножения. Какой сценарий мы получаем в этом случае? Итак, у нас происходит видимость социально-демократического общества с высоким уровнем самоуправления. Разнообразные социальные группы центрируются вокруг лидеров, которыми чаще всего являются виртуальные личности. Эти виртуальные личности, властители ДУМ, фактически выступают в интересах непубличных транснациональных монополий. Гарантированный государством уровень потребления осуществляется на границе удовлетворения базовых и некоторых дополнительных потребностей. Удовлетворение происходит резать с продуктами, то есть не естественными продуктами. И идеология ответственного потребления зеленой экономики направлена на как раз контроле ресурсов. Множественность форм самоидентификации человека, множественность форм самовыражения. Низкий уровень социальных связей, наиболее устойчивыми из которых выступает семья без репродуктивных функций. Перевод сознания в цифровые формы на индивидуальном уровне. То есть каждый сам себя создает цифровое бессмертие. Ухудшение показателей здоровья, сокращение населения, сокращение продолжительности жизни, рост интегрального научного знания и его теологизация знаний начинает выступать в качестве объекта поклонения. Искусство как форма самовыражения, а не потребления. То есть все писатели, но не читатели. И, наконец, золотой миллион, не миллиард, потому что сокращение населения с установкой на эвдемонизм. Я, уважаемые слушатели, не хочу сказать, что это есть мой прогноз в области социального будущего общества. Напротив, я хочу показать, что по отношению к прогнозированию будущего развития общества никакой иной подход, кроме сценарного, не подходит, потому что слишком много факторов, слишком субъективной оценки этих факторов, слишком, вероятно, неправильно предположить последствия влияния того или иного фактора. То есть будущее общества мы не предскажем с уверенностью, но, пожалуй, это неплохо, а хорошо. До свидания.